всем привет мама у меня сегодня ездила на рынок и купила овощи что-то на заморозку что-то так поесть купила баклажаны по 30 рублей перец тоже по 30 помидоры сливка по 23 розовые помидоры по 30 рублей лук и морковь по 20 рублей все это у нее вышло на 520 рублей овощи часть и часть за мороженого часть на еду и перцы выберу на фаршировку красивые перчики ночную заморозку баклажанов 11 штук я их помыла обрезала хвостики и сейчас буду на овощное соте замораживать мы очень любим овощное соте и прошлой зимой прям очень его хотелось решила что когда куплю морозильный лари обязательно буду на соте заготавливать овощи кабачки я у меня 7 упаковок кабачков то есть я 7 заготовочек хочу сделать на овощное соте кабачки у меня уже замороженные есть сейчас буду остальные ингредиенты добавлять зимой особенно хочется таких блюд из овощей овощи дорогие не хочется что-то такое летние теплая баклажаны я кубиками доска по клеенке катается наверное буду сразу сразу пакетики примерно один баклажан 1 чуть больше смотря какого размера на 1 соте он не будет уходить там посмотрю один чуть больше где-то поменьше где-то побольше буду уже контролировать баклажаны очень хорошие не черные ничего очень удачные мама купила потом как-то засниму что у меня в моем морозильном ларе хранится уже небольшие заготовки замороженные я сделала в зиму уже есть что там показать сейчас вот эти замороженные овощи сегодня и сниму наверное обзор что в моей морозилке я сделаю один баклажан получается сейчас все баклажаны так буду резать на кубики баклажаны я нарезала напасовала в пакетики у меня вот такие пакетики получились чуть больше одного баклажана один и совсем чуть-чуть 7 таких пакетиков для соте и один пакет кружочками нарезала два баклажанчика 20 кусочков получилось тоже для других блюд кружочками пока два баклажана еще пути может еще заморожен подумающий следующий у меня на заморозку помидорчики большая и маленькая мисочка сейчас буду их нарезать сначала их пополам разрежу неровности всякие погрешности более-менее хорошие помидорчики не сильно порчены три помидора порченых нам на все это попалось на все количество помидоры я примерно столько будет у меня на одну партию люблю когда много помидоров такие с кислинкой соте что-то было что-то было цельные целые помидорчики я резала пополам срезала попки и еще пополам пластиночками потом просто мелким кубиком нарезала мелким средним как получится мне нужно на соте 7 пакетиков тоже у меня кабачок баклажан уже 7 пакетиков приготовлено сейчас нужно помидоры тоже 7 пакетиков у нас овощной соте сделать остальные помидоры еще посмотрю куда сколько как заморожу сколько у меня останется еще не знаю пока в процессе будет видно на следующих своих выходных нужно борщевую заправку сделать пока помидоры недорогие а то пропустим момент как с огурцами огурцы тоже вроде подешевели на несколько дней а потом резко опять цена подскочила я не успела их законсервировать помидоры нужно поскорее чтоб пока недорогие поймать момент сегодня не успеваю заниматься этой заправкой поэтому решили на заморозку все равно нужно и время нужно на заморозку и овощи нужны надеемся что резко не подорожает успеем заправку сделать борщевую без нее никак к ней привыкли нам она очень понравилась обязательно нужно закрыть побольше с прошлого года у меня маринованные помидоры остались трехлитровые банки не знаю даже сколько надо посмотреть немножко добавить наверное нужно в этом году но немного в прошлом году я очень много закрыла да все не успели съесть это первый первый год у нас помидоры остались обычно мы быстро съедаем не хватает нам на зиму в прошлом году я много закрывала повторяю Достаточно, хватит столько. С помидорами я закончила, одна такая подложка колечками на пиццу и 9 таких пакетиков, 7 на соте и 2 просто так на яичницу или на пиццу. Теперь буду замораживать на овощной соте морковь. Я ее начистила, сейчас буду резать. Пополам на 3 части. На 1 соте у меня где-то 1-1,5 морковки уходила. Такие кусочки получаются. Оставшуюся морковь, наверное, буду тереть и заморожу натертую. Пополам 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 натертую. Мне нужно 7 порций. Пополам натертую. Пополам натертую. Продолжение следует... Продолжение следует... 7 пакетиков на сатэ нарезанную морковку. Сейчас отправлю их в морозильный ларь. Для сатэ у меня уже все готово, только перчик осталось заморозить. Лук буду использовать свежий, не буду его замораживать. Сейчас буду перчик нарезать для заморозки на овощное сатэ. Перчик очень хороший, мясистый. Классный, мясистый, сочный. У меня 7 порций овощного сатэ будет. Кабачки на сатэ 7 порций сделала. Теперь все овощи подстраиваются под кабачки. Нам достаточно за зиму, я думаю, больше мы не захотим. Зимой овощи дорогие и, как назло, хочется чего-нибудь овощного, каких-то таких блюд. Перец уж не купишь зимой, очень дорогой. Будет привозной, стоит там 250 рублей. Много купишь зимой, что ли? В общем, решили заморозить перчик. Не знаю, конечно, читала в интернете, что перец очень ароматный. И нужно его хорошенечко упаковывать, чтобы в морозилке все не пропиталось этим ароматом. Ароматом очень передает. Все будет перцем пахнуть. В общем, надо в двойные пакеты, наверное, буду замораживать перчик. Действительно, сейчас режу и чувствую аромат. Попробовала вот одну перчинку, получается, две половинки, нарезала и в три пакетика упаковала. Вроде так не пахнет. Ну, еще потом, наверное, буду еще, может, пакетик. У меня таких маленьких пакетиков много, не жалко их. Чтобы действительно запах вам все не испортить в морозилке. Мне так прямо нравится, что у меня есть теперь морозильный ларь. Столько в него всего можно замораживать. Чего только не этот. И зелень, и овощи. Даже мороженое по акциям покупала для Настюшки. Тоже так дорого. А по акции где-то 4-5 рублей на каждом мороженом экономия. В маленькой морозилке раньше столько не помещалось. Как бы очень маленькой морозилке, вообще-то мало чего помещалось. Небольшие запасы делать хоть можно. Я прям очень довольна покупкой. Вот так одной перчинки мне на один раз. На одну сатэ достаточно. У меня не сильно большая сковородочка. Много не нужно. Зато зимой здорово будет поесть свежий овощной сатэ. То есть замороженое овощное. Утромное, свежие, недорогие, как будто, наверное. Паковать таким образом по одному перчику. И в несколько пакетиков. Перчики я заканчиваю уже резать. И так половинку на три части режу. Вот такими кусочками, пластиночками. Это я на пиццу. На одну пиццу половинку перчика. У меня получилось на овощной сатэ. Семь пакетиков лишила не по одному, а по полтора перчика. То есть будет побольше. На яичницу люблю с овощами. Пока три пакетика по одному перчику. Потом будет время. Останется перец. Еще буду добавлять. И пять пакетиков на пиццу. Четыре пакетика. Вот пятый будет. Это на пиццу пойдет. Пока такие у меня заморозки. Еще купили перец. Но из него мы планируем сделать борщевую заправку и аджику. И может быть хреновину сделаем. Еще не знаю. Еще подумаю. И если останется у меня перец, то еще заморозим на яичницу. И вообще перец пригодится зимой. Все. Перчик я нарезала. Теперь можно формировать пакетики для овощного сатэ. У меня все уже готово. Все овощи нарезаны. Буду в один пакет сразу собирать все ингредиенты. Чтобы не искать по морозилке. Где баклажаны, где кабачки. Все будет на одно овощное сатэ один пакетик. Для удобства сделаю так. Сейчас хорошенько упакую в 3-4 пакетика перец. И буду собирать пакет для сатэ. В общем, я достала овощи для сатэ. И сейчас формирую пакетик. Помидоры. Баклажаны. Кабачки. Моркозь. Моркозь. И перец. Огромный пакет овощей. Так много. Мне кажется, это... Только место будет занимать. Так все будут формировать. Помидоры. Баклажаны. Кабачки. Моркозь. 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 И перец. Моркозь. Я беру. Моркозь. Моркозь. и перец 7 пакетов соте перец для пиццы подписала в пакет перец для яиц такие у розочки получаются так что-то я смотрю очень много места будет занимать в морозилочке наверное я обратно сделаем отдельно все будет по отдельности отдельно помидоры отдельно баклажаны очень много места между пакетами будет придется все обратно доставать да ладно хранить лишь бы место хватило еще я еще что-нибудь хочу заморозить еще не все они не последние заморозки так что экономить место будем морозилочка не сильно прям огромная у меня на всю морозилку получится только для соте в общем разбираю свою сборную солянку и будет опять все по отдельности еще перец у меня остался я его нарезала тоже заморожу яйца будем жарить с овощами и немножко перца на фаршировку 6 6 6 и 4 середине сердцевинки достала намола и буду замораживать для фаршированного перца получается 16 перчиков будет еще всем спасибо большое за просмотр и подписывайтесь на наш канал пока пока